Отлично, вас тоже. Я тогда ставлю сразу на запись. Собственно, расскажите, пожалуйста, если все-таки так случится, что Байден удовлетворит просьбу Зеленского, насколько я понимаю, статус страны спонсора терроризма предполагает что-то конкретное в отношении этой страны. И, видимо, какие-то конкретные санкции. Расскажите, пожалуйста, о последствиях. Что это за санкции? Сейчас речь идет о сугубо символическом жесте, поскольку все санкции, которые предусматривают этот статус, а это именно запрет на помощь Соединенных Штатов в этой стране, запрет на экспорт вооружений, запрет на торговлю технологиями двойного назначения, финансовые санкции, все эти вещи уже введены против России, администрации Байдена. Поэтому на данный момент речь идет о сугубо символической мере. И, по сути, мы знаем, что другие страны, в частности Судан, если я не ошибаюсь, Сирия, они тоже под этим статусом. И, по сути, то, что вы сейчас перечислили, это исчерпывающий список того, что предполагает этот статус. И, по сути, они уже все действуют. Я правильно понял вас? Да, вот Куба, Северная Корея, Иран и Сирия, вот четыре страны, вот я сейчас залез на сайт Госдепа, которые сейчас находятся под этими санкциями, поэтому, если Байден это сделает, это будет, ну, такая, еще раз, сугубо символическая мера, как Байден называл Путина военным преступником. Вот это вот из категории таких вот словесных историй. Так же, как, в частности, мясник, суицид и тому подобное. Если мы видим, что Байден, в общем, готов к таким жестким, на высшем уровне заявлениям, то, в принципе, наверное, мы можем предположить, что и эту просьбу Зеленского, он символическую, опять-таки, может удовлетворить. Да, но самое было бы интересно, вот, по-моему, сегодня вышла статья, если я не ошибаюсь, в Нью-Йорк Таймс, где профессор Гарвардского университета, ну, бывший в отставке профессор Эмеритас, рассуждает о том, можно ли конфисковать активы Центрального банка. Дело в том, что сейчас эти активы заморожены, но есть масса примеров с активами Центробанка Афганистана, с активами Центробанка Ирана, где часть денег была именно конфискована. И, значит, профессор, бывший профессор Гарвардского университета, он специалист по конституционному праву, говорит, что пятая поправка Конституции из США о защите собственности, частной собственности, она, например, распространяется на имущество олигархов, поэтому наших российских олигархов их имущество могут заморозить, но вряд ли конфискуют, по крайней мере, Соединенные Штаты. А вот деньги вот этого Центробанка Российской Федерации, это государственные деньги с точки зрения американского права, их могут конфисковать, по крайней мере, так считает бывший профессор Гарвардского университета. Вот это уже будет санкция такая, еще даже более жесткая, чем то, что имеется сейчас на данный момент. Ну, это не предполагает статус спонсора страны терроризма, это просто. Да, это просто дополнительная история, поскольку, еще раз, спонсор терроризма, все эти санкции, они уже действуют и без этого статуса. Да, я понял, хорошо, спасибо вам большое, Сергей, больше не буду отвлекать. До свидания. Продолжение следует...